Рада встречи. Ты, наверное, счастлива. Мечты стали реальностью. Известность. Внимание. Мужчины. Мужчины. Я встретила недавно мужчину. Никогда бы не подумала, что сразу можно столько рассказать. От него невозможно что-либо скрыть. Он мне оставил письмо на бумажке, на листочке. У него очень красивый почерк. Я много думаю о нем. Я пыталась переключиться. У меня было несколько встреч. И я получила то, что хотела. С каждым мужчиной, я уверена. Кроме него. Я даже рассказала ему об этих встречах. Самых интимных подробностях. А он смотрел на меня с такой заботой, лаской, любовью. И мне не было стыдно. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. У тебя в запасе 5-6 часов на отдых. А в 20.00 ужин в ресторане на первом этаже. Столик забронировал. До встречи. Хорошо. Поехали со мной? С удовольствием. А ведь это очень трудно. Очень трудно. Но никто не понимает. Никто. Вот возьми и спроси любого. Кого ты хочешь сыграть? И тебе ответят. Главную роль. Главную роль. Так просто. Не задумываясь. Никто не понимает, сколько за этим стоит. Сколько боли, слез, переживаний, работы. Так просто. Это как перед смертью. Я все чаще думаю о смерти. Думаю о смерти, как и сейчас. Боль дикая. Встать не могу. И что делать, не знаю. Понимаешь? Знаешь, я только сейчас понимаю, что у меня есть все, что нужно человеку для счастья. У меня есть все. Даже думать как-то об этом не хочется. Мне даже как-то помочь тебе хочется. Но только я тебе ничем не помогу. Ты слышишь только себя. Только свой собственный голос. И я тебе нужна сейчас. Только как зритель. Поначалу мы были единым целым. Жили друг для друга. Влюблялись друг в друга. Цветы, свидания, комплименты. Он был таким страстным в постели. Мы могли заниматься любовью, а потом просто лежать. Обнаженными несколько часов. Рассматривая друг друга без единого слова. Рождение ребенка не погасило, а наоборот, усилило нашу любовь. Я преподавала в начальных классах. Он стал уезжать в командировки. Его не было. Сначала днями, затем неделями. Как-то его не было почти месяц. Двадцать пять дней. Верен ли он мне? Думаю, что да. Глаза не могут лгать. Но верна ли ему я? Физически? Да, конечно. Не было именно случая. А если бы он был, этот случай? Не знаю. Потом мы переехали в новый дом. Планировали, обустраивались, мечтали. Как раз это было во время отпуска. И мы двадцать восемь дней были вместе. Каждый день из двадцати восьми мы занимались любовью. Двадцать восемь ночей. Не знаю. Может, от переизбытка. Но я стала фантазировать. Я стала представлять других мужчин. Абсолютно мне незнакомых. Включала фантазию. Я была требовательна. И иногда его это смущало. Иногда заводило. Каждый раз после внутри меня был какой-то стыд. Осуждение, быть может. Я знала. В жизни я никогда с ним так не поступлю. Но проходили часы и дикое желание. Смогла бы я ему изменить сейчас? Не знаю. Скорее, да, чем нет. Мне хотелось внимания других мужчин. И не одного. А многих. Недавно я узнала, что он мне изменил. Он сам мне об этом рассказал. В этот же день. Он плакал, как ребенок. Боялся потерять меня, детей, семью. Я его сразу же простила. Или сделала вид. Он ведь меня так любит. Это же очевидно. Сейчас я понимаю, что быть любимой это лучше, чем любить безответно. У меня отличные новости. Тебя номинировали. Планы стремительно меняются. Срочно вылетаем. Сначала в Париж. Твой билет у меня. У тебя семь минут. Такси уже ждет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok